Добрый вечер! Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей и пустителей сайта kp.ru. Это программа «Картина дня» в течение ближайших 46 минут. В прямом эфире обсуждаем самые важные, любопытные, резонансные события уходящего дня и не только. Меня зовут Александр Яковлев и я с удовольствием и с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя. Ведущий, режиссер, продюсер телепрограммы «Человек и закон» Алексей Пиманов. Алексей Викторович, добрый вечер! Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Но это лишь краткий список всех, потому что представлять нашего гостя можно было долго. Мы, как правило, спрашиваем, какое событие вам показалось самым важным и резонансным. Но я думаю, что вы тоже вспомните то, что происходило и происходит в Берилево-Западной. Конечно. Ваши оценки? Что произошло в воскресенье, что происходило в понедельник? Ну, на самом деле, как бы это ни цинично прозвучало, повод ведь жуткий, страшный, но такое бывает сплошь и рядом, и частенько. Но вот взорвалось. То, что взорвется, я, например, об этом уж извините, что, опять же, я говорю, я об этом говорил несколько лет назад еще, что если не заниматься миграционной политикой, если все пустить на самотек, если придерживаться абсолютно либеральной точки зрения, что рынок все отрегулирует сам, и рабочая сила должна сама передвигаться и приходить туда, где хорошо, и где она востребована, и так далее. И это все само собой отрегулируется, то вот мы придем к тому, что мы сейчас пришли, и я надеюсь, что мы еще в состоянии взять ситуацию под контроль и каким-то образом начать отстраивать систему, предельно жесткую, четкую систему контроля тех, кто приезжает к нам сюда, тот, кто здесь работает, тот, кто, как он здесь себя ведет, на каком языке он здесь говорит, чем он здесь занимается, зачем он сюда приехал и так далее. Это абсолютно понятные меры, они давным-давно назрели, я надеюсь, но и уверен, что вот Бирюлева станет таким катализатором, после которого все начнут это делать. Но отдельная история с приезжими из Средней Азии. А что делать с межнациональными конфликтами внутри страны, кавказцы, выходцы Северного Кавказа? Есть ли тут решение? Да есть, конечно. На самом деле, когда кто-то из западной цивилизации начинает учить нас, как жить в межнациональном мире, мне становится смешно. Потому что если где-нибудь в мире еще существует такой национальный котел, как на территории Российской империи, бывшей Советского Союза, бывшей нынешней России, то я бы хотел этот котел увидеть. И давайте попробуем вспомнить межнациональные конфликты за последние 500 лет или 300 лет. Давайте вспомним. Кавказ. Прежде всего. Все остальные на уровне бытовых. Кто-то кого-то в деревне не так посмотрел, деревни на деревню сходили, набили друг друга, извините, сражение морды. Глобальных войн таких межнациональных у нас, если честно, в нашей истории почти не было. Это означает только одно, что и власти, и сам народ имеют очень большой опыт межнациональной жизни в межнациональном мире. Поверьте, я сейчас не пытаюсь розовой краской рисовать наше прошлое, я все прекрасно понимаю. Но еще раз говорю, есть колоссальный, накоплен колоссальный опыт в этом смысле. Колоссальный. Это опыты Российской империи, это опыты Советского Союза. И не надо от него отказываться. Зачем? Если во времена Советского Союза в межнациональных отношениях мы двигались вперед, а не назад, это известно. Другой вопрос, что потом Союз развалился, и почему он развалился, это отдельный разговор и так далее. И поэтому я абсолютно спокойно сейчас отношусь к тому, что... Не, не спокойно, а меня злит всегда, что кто-то с Запада нас начинает учить и лечить. Но еще раз говорю, что как жить в мире с Кавказом, это тоже более-менее понятно. Я всегда говорю, что в 140-миллионной стране 4 миллиона жителей Кавказа, это капля в море, по большому счету. И никакой проблемы нет. Тем более, среди кавказцев у меня такое количество друзей, замечательных ребят, которых... Я счастлив, что они приезжают в Москву, я счастлив, что они здесь учатся, я счастлив, что они здесь вкладывают какое-то свое настроение, что ли, свою какую-то энергетику даже в развитие Москвы. И это прекрасно. Но я сейчас не беру Церетеля и его Петроферва. Это немножко другая история. Вот. Другой вопрос, что всегда существовали рынки. И в Советском Союзе были рынки. И в Советском Союзе говорили, что вот там выходцы определенных республик Советского Союза, не буду их сейчас называть, чтобы меня кто-то не обвинил в чем-то, заполонили такой-то рынок. Там-то они торгуют цветами. Но так всегда было. Русский народ, например, больше работал на заводе или в поле. А, например, кавказец определенный больше, наверное, любил торговать и умел зарабатывать так деньги. Это часть культуры. Что ты сделаешь? Мы вчера весь день говорили о кадровых перестановках. Сняли ряд сотрудников федеральной миграционной службы, расследования. Поручил провести в отношении сотрудников префектуры Южного округа, мэр Москвы, также отставки в правоохранительных органах. Но, когда мы это обсуждаем в радиоэфире, в телеэфире, большинство тех, кто нам звонят, говорят, мы не верим. Мы не верим в то, что власть действительно хочет навести порядок. Вот есть ли это желание? Понятно, что есть высший уровень, понятно, что есть средний уровень. Да, есть, конечно. Но существует же проблема, она тянет за собой все. Это коррупция, которая у нас существует в стране. И то, что существует коррупция на среднем уровне, мы не будем прятать голову в песок и понимать, что на уровне префектур, на уровне отделения милиции, полиции, на этом среднем уровне существует колоссальная коррупция. О ее причинах и истоках это отдельный разговор, но она существует. И поверьте мне, один Владимир Владимирович Путин с топором, если он даже будет бегать по всем префектурам Москвы, Самары, Саратова и так далее, он порядок там не наведет. Это общая история, это общее состояние общества, это общее настроение и так далее. Понятно же, что когда мы в 90-е годы сказали, например, нашей полиции, милиции тогда, сказали, что вот тебе тысяча рублей оклада, сапоги и пистолет и выживай как хочешь, они начали выживать. Они пришли как раз на эти самые овощные базы, они пришли на эти рынки, они начали зарабатывать, потому что вокруг было только одно, деньги любой ценой. Уважение только за деньги, уважение не за профессию, уважение не за то, что ты там чего-то в жизни знаешь, как профессор, например. Уважение было за деньги, у тебя деньги, ты в списке форм, значит, ты хорош, значит, ты чего-то в жизни достиг. Огромное количество ребят шли, насколько я знаю, шли в ту же милицию для того, чтобы потом заниматься бизнесом. Мы вырастили это поколение, оно пришло, оно расселось, оно расставилось, и нужно очень много времени, чтобы они ушли. И поверьте, там кучка прекрасно душных людей в Кремле в том же, даже если это будет Политбюро и имени Болотной, вот, они не разберутся с этой ситуацией. Это надо просто, это очень тяжелый, очень сложный труд. Это, ну, не хочу говорить о том, что сейчас не надо наводить порядок, конечно, надо жесточайшими методами, но это сразу не получится. Ну, еще одна мера, кому-то она кажется, единственным способом решить ситуацию, введение визового режима с рядом государств Средней Азии. Поможет, не поможет? Поможет. Поможет, вы считаете? Я считаю, что введение жесткого визового режима, введение жестких экзаменов на знание русского языка и культуры страны, в которые ты приезжаешь, введение жестких экзаменов на знание законов, проверка каждого приезжающего с точки зрения его прошлого криминала и так далее, и так далее. Конечно, это надо делать. Это даже не обсуждается. Я бы, например, пошел бы временно, может быть, даже на то, чтобы сейчас, я понимаю, что сейчас либерально настроенные слушатели и зрители взорвутся, но я бы даже пошел на то, чтобы временно ужесточить правила регистрации в той же Москве. Даже для граждан Российской Федерации, приезжающих из других городов. Регистрации. Если ты здесь задерживаешься больше, чем на определенное количество времени, то, конечно, надо зарегистрироваться, и это надо делать предельно жестко. И, конечно, здесь надо убирать эту коррупционную составляющую, когда можно зарегистрироваться, дав деньги определенному человеку. Оставшись, ведь сейчас говорят о том, что там есть эти проблемы, а я еще раз говорю, что те же участковые, которые работают на местах, они что, не знают ситуацию, знают. Просто они работают, извините, опять же, по психологии очень многие из них, не скажу, что все, и опять же, не хочу говорить, есть очень много честных людей, но очень многие же работают для того, чтобы просто выбиться вместе со своей семьей из одного класса, назовем это так, в другой. Потому что они тоже хотят ездить на Лазурный берег, они тоже хотят там отдыхать в определенных местах, они тоже хотят, их дочки говорят, купи мне папа, пожалуйста, Луи Виттон, или там что-то еще. Ты неудачник, если ты мне не можешь это купить. Так общество их воспитывает, особенно детей, сейчас в интернете. И всегда говорю, что общество, которое предлагает подрастающую поколению модель, по которой 300 курток Ксении Собчак Кожиных, это и есть образ, которому нужно стремиться. Это и есть успех, да? Да, или там 300 поробов, которые она часто демонстрировала на известном канале, демонстрировала там в эфире, да, и показывала, открывала шкафы, говорила, сегодня я надену вот это, а завтра я надену вот это. Алексей Пиманов, гость нашего эфира сегодня. В центре нашего внимания по-прежнему то, что произошло в районе Берелева Западная. Не будем забывать, что это прежде всего человеческая трагедия. Убит 25-летний парень Егор Щербаков. Но где сейчас находится Архан Зейналов, главный подозреваемый в этом убийстве, нам расскажет прямо сейчас спецкор Московского отдела. Комсомольской правды, Александр Газа, Саша, добрый вечер. Добрый вечер, Саша. Где сейчас находится Архан Зейналов, есть ли решение суда по нему, ждем подробности прямо сейчас. Да, сейчас он находится в изоляторе, сегодня состоялось судебное заседание в Пресненском районном суде столицы. По ходатайству прокуратуры решался вопрос о его аресте. Собственно, адвокат Зейналова просил, чтобы дали еще 72 часа, но продлили задержание на 72 часа, для того, чтобы он ознакомился с материалами дела. Но суд решил, что представленные следователями доказательства, этого вполне хватает для того, чтобы арестовать его. Арест до 10 декабря 2013 года. К этому времени должно закончиться предварительное следствие. Более того, я думаю, что все смотрели в интернете кадры задержания Зейналова, и на каких-то кадрах он признавался. Рассказывал, что это был бытовой конфликт, что он не хотел убивать. Якова Щербаков первым нанес удар, и это была защитная реакция, схватиться за нож. Сегодня на суде, когда судья спросил, вы согласны с тем, что прокурор просит для вас ареста. Он сказал, нет, я хотел бы, чтобы мера пресечения была не связана с содержанием под стражей, например, выпустить меня под залог. Судья спросил, почему? Он ответил, я этого не совершал. Случился такой переполох среди журналистов, поскольку Зейналов на видео сам признается, насколько может, конечно, владея русским языком это сделать. Но позже, можно сказать, прокомментировав эту ситуацию, его адвокат объяснил, что на тот момент, когда Зейналов признавался в этом, я еще его не защищал. Меня там не было, я ничего не могу сказать. Все, что я могу сказать, мы будем работать, мне еще предстоит изучить материалы дела. Вот такой пространный ответ. Но, судя по всему, Зейналов все-таки будет, наверное, опровергать информацию, что он сделал, как на духу, вот это признание. Может быть, говорить о том, что из него выбили показания. Собственно, для этого тоже есть определенная, ну, какая-то почва, поскольку все видели, как себя ведут сотрудники СОБРа, когда он, собственно, не сопротивляется, лежит уже на земле, но его так топчут, пинают. Ну, а какова реакция Азербайджана? Сегодня ряд общественных организаций, в частности, азербайджанская организация освобождения Карабаха, осудила последнее событие в России. Представители этой организации заявили, что в России проводится антиазербайджанская кампания. А также организация предупредила, что если эта кампания не будет приостановлена, и также Министерство иностранных дел Азербайджана осудил, в МИДе Азербайджана осудили то, как в России обращаются с Арханом Зейналовым. По словам представителей МИДа, грубое обращение с Зейналовым и то, что его называют преступником до суда, является нарушением презумпции невиновности. А посол Азербайджана в России, Павел Бюльбюль-Аглы, заявил, что реакцию на все происходящее в России он охарактеризовывает как истерику. Вот меня, как обывателя, поведение как официальных властей, так и в целом общественных организаций, некоторых, меня раздражает. Или действительно нам нужно действовать в правовом поле, и действительно мы унижаем его, когда его приводят к министру внутренних дел Колокольцеву, вот так, как его привели. Вы знаете, что-то меня тоже в этих кадрах смутило. Я считаю, что работа работа, а пиар пиар. Межнациональные отношения – это такая тонкая вещь, что здесь, правда, на самом деле нужно очень аккуратно себя вести, потому что с водой можно выплеснуть ребенка. Потому что, я еще раз говорю, понятно, что накопилось. Понятно, что можно сейчас поднести спичку и взорвется. Понятно, что надо сейчас включить весь свой опыт, который у нас существует в этом смысле, и как надо себя вести в этой ситуации. Другой вопрос, что я когда смотрел на этого человека, да, не буду его называть преступником раньше времени, хотя и так, мне кажется, все понятно. Я смотрел, и когда я видел, как он говорит по-русски, а когда я узнал, что он почти 10 лет здесь живет, вот это для меня стало шоком, потому что я не понимаю, как можно... Ведь если ты строишь свое собственное государство и живешь в Паку, например, или там где-то в Азербайджане, ты живешь, ты мужчина, ты построй процветающую страну, а потом можешь ехать куда-то, что-то там делать. Если у тебя там плохо, ты же ведь едешь туда за лучшие доли, правильно? Значит, у тебя там плохо. Значит, ты как, скажем так, вместе со своими соплеменниками, построить государство, такое, в котором счастливо будешь жить вместе с своей семьей, и прокормить ее сможешь, ты не можешь. По каким-то причинам, не буду опять разбирать по каким. И если жизнь тебя заставила, то есть твое собственное государство, которое не может тебе дать возможности и ты сам, не можешь его построить лучше, чем, например, Москва, Россия и там и так далее, если я что-то заставляю ехать сюда, и 10 лет здесь жить, здесь пытаться адаптироваться, здесь пытаться зарабатывать деньги, здесь отсюда, я понимаю, наверное, кормить семью, если она есть, а если честно, не в курсе. Я понимаю, что если ты так приехал, ну тогда ты должен, ты обязан сделать одну простую вещь, ты обязан выучить язык, ты обязан понять эти традиции, потому что ты приехал в город, и я об этом буду говорить в программе своей, ты приехал в город, который не ты построил, ты приехал забирать деньги из промышленности, которую не ты построил. Так получилось, что русский народ, россияне, да, я имею в виду русский народ, русская цивилизация, в нее входят все и евреи, и кавказцы, и все-все-все. Российская цивилизация построила этот великий город, построила эти великие научные школы, создала эти великие заводы, эту великую промышленность, даже нефтяную, даже газовую, разведывала, в конце концов, эти месторождения и так далее, она создала эту экономику, которую можно там ругать, говорить, но она есть, она существует. Отсюда пошли все культурные центры, Кремль, музеи, метро, красивые рестораны, красивые улицы и так далее, и так далее. Удобство жизни. Так если российская цивилизация, русская цивилизация это создала, а ты в нее приехал, ты же обязан понимать, что ты здесь гость пока. Ты здесь пока гость, и поэтому будь добр, веди себя так, как ведет себя гость, который еще должен доказать, что он имеет право здесь жить. Вот о чем разговор. Здесь получается, что человек за 10 лет даже не попытался выучить язык, даже не попытался адаптироваться. А сколько мы таких знаем, что просто живут анклавами, не хотят, не хотят, не хотят, просто вообще не хотят адаптироваться. А зачем? Если у нас такое состояние там внутри, мы говорим, мы здесь почти завоеватели, понимаете? Но это, с этим тоже же надо объяснять. Я почему говорю, что жесточайшее законодательство по поводу того, кто въезжает, какие экзамены, как себя ведет, и жесточайший контроль за пребыванием здесь. Прямо сейчас с нами на связь корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Александр Крылова. Саша, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я, Саша, я знаю, что ты сегодня побеседовала с отцом убитого Егора Щербакова. Это так? Прямо сейчас, Саша, я тебе прерву. Мы предлагаем вашему вниманию интервью. Александр Крылова побеседовал с отцом Егора Щербакова. Давайте посмотрим, послушаем прямо сейчас. Я старался обходить такие острые углы, никогда в конфликт не встревал, и, в общем-то, очень мягкий человек был. А когда... Сейчас, мам, сейчас, мам. Извините, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. А что, получается, что вот он защищал просто, да, девушку, он оскорбил, получается? Да, но до этого еще, видимо, как мы вот у следователя были, первый же день, следователь сказал, что этот человек напал на женщину с первого этажа, она как-то смогла от него от этого... Отбиться. Отбиться, убежать. Она потом давала показания. Это в тот же вечер было? В тот же... В то же утро. И вот ночью уже убили, в 2 часа ночи. Ну да. То есть до, до было, да? Да, до всяких вот этих стычек здесь. Что вы говорите? Вот. И когда Егор с Ксенией шли уже домой, у него даже в машине все были документы, вся рация там, планшетник, телефоны были. Видимо, они уже когда машину поставили, он начал домогаться до... До Ксении. До Ксении. Пока он доставал, да, вот вещи? Нет, нет. Они уже, видимо, к машине шли завещание. И в это время... То есть они успели зайти в квартиру, да, получается? Они шли из бильярдной. Я шли, доходя уже до подъезда, я, видимо, начал приставать к ним перед тем, что Егор забрал документы. Вот. И такая вот ситуация произошла, что я так думаю, что это... Я правильно воспитал своего сына. Что он смог защитить свою девушку. Я думаю, может быть, настоящий мужчина всегда вот так и сделан. Не то, что... Этот... Не знаю даже, как его назвать. Человек, не человек. То, что он при девушке начал... Вернее, при молодом человеке оскорблять девушку. А что, как вам это имел? Какие-то грубые слова? Видимо, скорее всего, да. Это были какие-то, видимо, оскорбительные слова и цепляние за руку. Потому что именно, наверное, там было какие-то ощущения. Но хотел сам спровоцировать, да? Ну, скорее всего. Потому что перед этим, перед Егором были вот эти вот стычки там. Женщина в соседний магазин ходила за кофиром для детей. Видимо, какие-то проблемы были. Но вот он до нее домогался. А потом уже... То есть это было в тот же вечер, да? В ту же ночь. В ту же ночь. В ту же ночь коина за несколько часов, можно сказать. За несколько минут. За несколько минут, да? Она вот еле спаслась. Да, она убежала. Вырвалась от него и давала показания уже следствия. Что перед... Он был неадекватен, да, получается? Он был и под алкоголем, и, видимо, под наркотиками. Да. Скорее всего, потому что она говорила, что от него очень пахло алкоголем. И она видела вот эту стычку из окна. Видимо, она успела домой забежать. И в это время уже Егор с Ксением подошли и вот эта стычка... А когда уже конкретные там вот эти действия были, видимо, уже как-то с поля зрения... Было у Егора нож, он носил часы? Нет, абсолютно никогда. У меня есть, да. У меня есть травматический пистолет. У Егора нет. Но все-таки реально спокойно. У него были, может быть, какие-то... Кто-то нападал на него до этого или вообще... Не было вообще никогда никаких таких ситуаций. Он всегда старался просто как бы сложный вопрос решать, посмеяться над этим, перевести в какое-то доброе русло и, в общем-то, смягчить все вот эти конфликтные ситуации. Если даже не с ним это происходило, с друзьями там... Наши дети были немного осторожны, внимательны. Александр Крылова по-прежнему на прямой связи с нами. Саша, что дальше? Не планируют ли они уехать из этого района, может быть, из города родителей Егора Щербакова? Ну, вы знаете, сейчас об этом речи не идет. Дело в том, что завтра 9 дней, с того момента, как убили Егора. Поэтому сейчас, конечно, семья переживает огромное горе. Нам Владимир Геннадьевич объяснил, что родственники приехали к ним, они сейчас держатся все вместе в их квартире, в Бирюлево. Поэтому речи о том, что они уедут из Бирюлева, нет. Но у меня есть информация, что девушка, девушка у Егора, Ксения Попова, она действительно переедет. Дело в том, что убили его жениха, они должны были пожениться в декабре. Убили буквально вот у подъезда. Она, говорит, на первом этаже и уже сказала друзьям, что она не вернется в эту квартиру никогда. Понятно, что для нее это психологически трудно и невозможно вернуться в квартиру, где рядом с которой убили ее жениха. Спасибо. Александр Крылова, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. В этой студии напоминаю Алексей Пиманов. Алексей Викторович, а каковы главные уроки для всех, для нас этой истории и то, что произошло в ту ночь, и то, что происходило потом? Каковы уроки-то? Ну, уроки, я вернусь к началу нашего разговора, это то, что национальными отношениями и миграционной политикой надо заниматься, не пускают и все дело на самотек, и вот где не должно быть коррупции, если честно, где должно выжигаться это все каленым железом, именно здесь, потому что, еще раз говорю, вот ведь могло же случиться так, что подрались бы там русские и русские, и могло бы произойти ровно то же самое, но получилось так, что подрались вот два человека разной национальности. И еще раз говорю, в таком котле межнациональном, как Россия, это может быть чревато вот такими взрывами, потому что, ведь копится же, понимаете, я понимаю же людей в Бирюлево, да, и сам, если честно, часто в такой же ситуации нахожусь, я понимаю, что ты окружен вот этой системой, когда тебе нужно, когда ты, любой твой шаг, ты понимаешь, что ты правда никому не веришь, вот что самое жуткое. Ты не веришь участковому, ты не веришь префекту, зампрефекту и так далее. Ведь когда пришел на встречу с жителями какой-то там чиновник из префектуры, не префект пришел, а какой-то там чиновник из префектуры, ведь чем надо было в этот момент думать, чтобы прийти вот на таком уровне, чего неужели ты не понимаешь? Это же, понимаете, это вот такое вот... И когда ты этим всем окружен, конечно, это все вот любая такая ситуация, она приводит к колоссальному взрыву. Ну а что делать? Урок очень простой, этим надо, говорю еще раз, этим надо заниматься. Надо брать весь опыт, весь лучший опыт, еще раз, и царской России, и Советского Союза, и там, ну, я не знаю, есть ли такой положительный опыт у новой России, хотя я не люблю это слово, я никогда не разделяю историю страны на вот эти вот этапы. Вот, конечно, заниматься этим надо, еще раз говорю, надо очень жестко, очень четко вводить правила игры. И это дело власти, это не дело людей. Вот этот самый случай, когда я часто говорю, что у нас во многом в том, что происходит в стране, мы сами во многом тоже виноваты, потому что врач, который берет там взятки, он тоже в этом виноват, что есть такая общая остановка. Учитель, который берет взятки, он тоже виноват в том, что такая обстановка. А потом он идет в отделение милиции и возмущается, что там полиция, в смысле, и возмущается, что там полицейский берет взятки, понимаете. Каждый на своем месте это там на себя посмотрел, да. Но здесь вот тот самый случай, когда никто, кроме власти, порядок не наведет. Ни на овощных базах, ни на таможнях, ни в аэропортах, ни на паспортных контролях, там и так далее. Никто, кроме власти, этот порядок не наведет. Это тот самый случай, когда она обязана навести порядок. Ну что ж, мы будем внимательно следить за развитием событий и то, что будет происходить с главным подозреваемым Арханом Зейналовым и, кстати говоря, вот с этой плодо-овощной базой на самом юге столицы. А через несколько минут, через несколько секунд, точнее, перейдем к другим событиям сегодняшнего дня. Это телеканал радиостанции «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. Не переключайтесь. Ну, как правило, этот вопрос мы задаем, я задаю в самом начале. Вот если убрать события в районе Берелева-Западная, какое событие вам показалось самым любопытным, важным, если убрать, повторюсь, Берелева-Западная за скобки? На что вы обратили внимание сегодня, вчера, может быть, на днях? На выход нашей сборной на чемпионат мира в Бразилии. Я все-таки спортом. Потому что невозможно же жить только в отрицательных новостях и вот в этом отрицательном поле, потому что у меня еще программа очень специфичная, и я от пятницы до пятницы, как правило, в этом поле живу, потому что мне звонят, мне говорят, моя команда работает и так далее, и волей-неволей ты в этом живешь. Поэтому, когда есть положительные какие-то новости, иногда хочется, не хочется, а хочется в них нырнуть и там купаться. Вот я за нашей сборной порадовался. Спустя 12 лет, напоминаю, сборная России вышла в финальный этап чемпионата мира. Последний раз мы выступали там в 2002 году, правда, потерпев, ну, надо сказать, позорное поражение от сборных Бельгии и Японии. Именно тогда, после матча со сборной Японии, в Москве были беспорядки, на Манежной площади, на Тверской. Оправдают ли наши футболисты надежды в Бразилии? Верите ли вы в дружину Фабио Капелло? Ну, знаете, я не знаю, успеет ли он к этому времени провести смену поколений, потому что я же вижу, что он делает потихонечку. Он так не официрует эту ситуацию, но потихонечку-то он делает новую сборную. Потихонечку. Потому что понятно, что он ее будет строить в будущем, наверное, вокруг Кокорина, того же Дзагоева, вокруг молодых ребят, которых он постепенно и потихонечку подпускает в состав, того же Глушакова и так далее. И ясно, что поколение восьмого года, так называемый, чемпионат Европы, оно сходит. И успеет ли это поколение выстрелить на чемпионате мира, я не знаю. Посмотрим. Но я надеюсь, что Капелло настолько опытный тренер, настолько жесткий тренер и умеет их подводить к определенной точке в определенной форме, что думаю, что они могут. Во всяком случае, из группы-то они выйдут. Мне так кажется почему-то. Но думаю, что потолок этой сборной это где-то четвертьфинал чемпионата мира, не больше. Но тоже хорошо, мне кажется. Мы, по-моему, ни разу не выходили из группы на чемпионатах мира в новейшей истории. В новейшей, да, не выходили. Ну почему бы? Вы знаете, я на самом деле, пока они не поставят себе цель выиграть чемпионат мира, они не выиграют ничего. Даже бронзовые видали. Им надо учиться у наших пляжников, те уже дважды выиграли чемпионат мира по пляжному футболу. Напоминаю. Но переходим к другим событиям. Все-таки вернемся к политике. Любопытное исследование провел в Российский Центр Изучения Общественного Мнения. Они спросили россиян, какие оценки по пятибальной шкале россияне ставят членам кабинета министров. Ну и вот таким вот образом кто-то получил 4 балла, кто-то 3, кто-то 2. И таким образом был выстроен рейтинг авторитетности, популярности министров в нашей стране. Надо сказать, результаты неудивительны. Первое место с большим отрывом занимает глава Министерства обороны, министра обороны, Герой России Сергей Шойгу. 4,28. Это уверенная победа, скажем так. На втором месте министр иностранных дел Сергей Лавров. На третьем месте министр МЧС Владимир Пучков. Не удивляют вас вот первая тройка по крайней мере? Да нет, конечно. Ну, во-первых, я лично знаю и первого, и второго, и третьего тоже. И третьего, да. Да, и третьего тоже. И, ну, я их знаю просто в жизни и знаю, что это два человека, которые вот они говорят и делают. они не трепятся, они умеют держать слово, они абсолютные профессионалы на 350% в своей области, просто люди, которые занимаются своим делом. И поэтому это неудивительно, это же чувствуется сразу, когда человек на своем месте, это чувствуется. И Шойгу, и Лавров, они сейчас на своем месте. Потому что про то, что Шойгу должен быть министром обороны, если честно, мы там в узком кругу говорили людей, знающих его, говорили еще года два-три назад, потому что мы говорили, что это его дело, это его, это будет новый вызов для него и вызов колоссальный, но мы абсолютно уверены были тогда, что лучшего не найдешь и он с этим справится. Ну вот он, мне кажется, что он сейчас в самом начале пути, там непочатый край работы, но мне кажется, что он сделает одну из лучших армии в мире, если не лучше. Но, конечно же, вот вы уже, мы говорим о министре обороны, я не могу не спросить вас относительно тех слухов, слухов, ну где-то это факт, где-то слухи относительно вашей карьеры. Вы покидаете сайт федерации? Покинул. Уже покинули, вы уже покинули сайт федерации и говорят, что вы возглавите медиахолдинг Красная Звезда, это телеканал, радиостанция, издательство, крупный, крупнейший медиахолдинг Красная Звезда. Вы можете подтвердить или опровергнуть это? Не то, не то. Знаете, как всегда говорят, в таких случаях, мы ведем, мы совместно с Министерством обороны пресс-релиз же сделали такой небольшой, где мы на самом деле сказали, что у нас есть взаимный интерес, что мы на самом деле ведем переговоры, но там есть нюансы, которые нужно еще просто утрясти и просто довести дело до конца. Может быть, не состоится, может быть, состоится, не знаю пока. Но просто, если кто-то думает, что если это состоится, что это какой-то хлеб с медом, то глубоко ошибаются. Это тяжелейший труд и тяжелейшая работа. Представить, если опять же я на это соглашусь, то есть вся проблема в том, что, вы знаете, у меня ведь и кино же еще существует. Я только что закончил снимать как режиссер свой полнометражный фильм со странным названием «Овечка доля была злая, рано умерла». Это такая комедия очень забавная, очень смешная. И я так в этом во всем купаюсь, что мне, конечно же, отвлекаться на какие-то большие системы не очень, если честно, хочется сейчас. Но, учитывая, опять же, масштабные задачи, учитывая то, что я предельно уважительно отношусь к Сергею Кругерчеву, я, естественно, пошел на эти переговоры. Вопрос, закончатся они или плюсом, или минусом, это вопрос пока непонятный и надо просто немножко подождать. Для уточнения масштабные задачи, а вот каковы главные задачи, которые обсуждаются, повторюсь, я так понимаю, что решения пока нет, но все же, какие задачи, о каких задачах идут? Ну, вы понимаете, когда существует, считайте, что будет начало пути, потому что телеканал «Звезда», например, если про него говорить, он требует огромной работы и требует огромного движения вперед, потому что там есть свои большие проблемы. С одной стороны, это, я считаю, что хороший канал, который занял свою нишу и получил своего зрителя, но там, опять же, есть системные проблемы, о которых, ну, сейчас я здесь не буду говорить, потому что мало времени. Вот. Если говорить о задаче радио «Звезда», то радио «Звезда» тоже хорошее радио, но, опять же, оно не может стоять на месте. Вы знаете, как сейчас развиваются СМИ, как развиваются средства доставки, как все меняется мгновенно, и любая, любая, вот, любая застывшая система, она мгновенно отстает. вот, не дай бог, это произойдет. Дальше там, конечно, киностудия, дальше издательский дом, там много чего, если честно, и надо все просто считать и почти что с нуля строить, и это очень тяжело. Надо сказать, что Алексей Пиманов, наш сегодняшний гость, его вспоминали журналисты не только в контексте ваших, изменений вашей карьеры, но и в связи с тем, чем столкнулся, и, кстати говоря, наш издательский дом, ну, скажем так, проблемы с литовскими властями. Если быть корректнее, конкретнее, Вильнюсский окружной административный суд на три месяца запретил первому Балтийскому каналу показывать на территории Литвы, созданной в России и других странах, программы, ну, программы, которые созданы не в Евросоюзе. Определение суда является окончательным, обжалованию не подлежит, сообщила пресс-атташе суда Сигита Яценявичина Балтадуоне. Конечно же, конечно же, поводом, ну, де юре стала программа Человек-Закон, хотя, почему я сказал конечно же, рассмотрев просьбу комиссии, ознакомившись с письменным материалом и дав ему оценку с видеозаписью программы Человек и Закон, суд констатировал, что установленные комиссией обстоятельства соответствуют положениям закона Литовской Республики об информировании общества. Иными, ну, проще говоря, зрители, зрители Первого Балтийского канала, зрители, телезрители Литвы не увидят больше, ну, в течение определенного времени, по крайней мере, программу Человек и Закон. Ну, во-первых, как вы вот это все можете... Ну, вы знаете, извините за смех просто, потому что мне это напомнило, когда у нас КГБ глушило голос Америки, и они были абсолютно уверены, что люди не узнают ничего. Это странно, потому что при том, что сейчас существует интернет, при том, что существует предельно простой доступ тех же жителей Литвы к программе Человек и Закон в интернете, это очень странное на самом деле решение, оно у нас вызвало просто изумление, потому что мы всего лишь постарались проанализировать события 13 века 1991 года немножко не так, как их подают официальные литовские власти. При этом мы были открыты и открыты к диалогу, мы готовы слушать контраргументы, мы готовы слушать какие-то другие версии, мы готовы поучаствовать даже в каких-то больших телемостах с, допустим, с литовскими властями или с жителями. Но дело в том, что ничего подобного предложено не было. Просто вышел 10-ти минутный сюжет, после чего началась истерика, после чего чиновники без суда, потом был суд, а вначале-то чиновники решили просто закрыть вещание человека и закона на территории Литовской Республики, просто закрыть, без суда, без следствия, не разобравши, что там правда, что там неправда, не проведя расследование, потому что события были 22 года назад. И есть материалы, прокуратура, есть материалы, в конце концов, следствия разных, и там есть люди, которые, тем более, сейчас, например, из Литвы нам очень многие пишут, а что вы такого особенного сказали, у нас про это говорили уже давно, и очень многие. Мы-то всего лишь поставили вопрос, как могли, зачем, например, Альфе надо было стрелять в спину людям, которые стояли в толпе, какой смысл был в этом, чтобы толпа взвелась и порвала Альфу, что ли? Зачем это надо было делать? Мы только поставили этот вопрос, мы нашли свидетелей, которые сказали, что видели людей в камуфляжной форме с оружием, с автоматами, извините, с оружием, которые поднимались на крыше пятиэтажек. Это не Альфа была, это явно была не Альфа. А если говорят о том, что это были некие провокаторы Альфы, то зачем? Для того, чтобы только толпа озверела, что ли? Ради чего? Понимаете? И плюс к этому эти пули же входили сверху вниз, а не Альфа шла к телецентру снизу вверх и так далее, и так далее. Там много. Мы опять же, мы как журналисты просто поставили эти вопросы. Больше ничего. И началась истерика. Значит, мы во что-то попали. Понимаете? А во что? Вот. Ну, я думаю, мы попали все в те самые, ведь мы же ведь там привели слова бывшего министра обороны Литвы, который в 2000 году, когда Россия, считаете, что уже списали со счетов, он так спокойно, совершенно говорил о том, что да, это все, что события в Вильнюсе в 1991 году, они были подготовлены с помощью знаменитого Шарпа политтехнологии оранжевых революций, как потом их назвали, оранжевых, по украинским лекалам, что это, что Шарп консультировал тех, кто в Литве делал, я не называю это переворотом, я это называю национальным восстанием, не знаю, как хотите. Вот. Это делал Никелю. Я поэтому в следующей программе, и это было, они что да, что мы знали, что будут жертвы, и жертвами понимали, что появление жертвы, это будет огромный удар по двум столпам Советского Союза, КГБ и армии, это тоже было понятно. Мы это процитировали, мы взяли его цитату, из его интервью, это вызвало 2000 года, опять же, это вызвало истерику. Но я же потом говорил уже, там, и в следующей программе, я говорил как раз о том, что, ну, если так ко всему к этому относиться, надо тогда стараться говорить все до конца, надо тогда, например, рассказывать своей молодежи, что Литва жила в составе Советского Союза, Россия, Россия 200 с лишним лет до этого, да, что 20 лет всего, что большевики, которых они ненавидят, да, большевики, против которых они в 91 году вроде бы делали революцию, это те самые большевики, которые дали им независимость в 19-м году, да, в 20-м, да, в 19-м, в 19-м году, да, дали им независимость, что это был всего 20-летний период там независимость, потом эти же большевики независимость забрали обратно, и так далее, и так далее. Как же так? Литва стремится к западным ценностям, вроде как западное государство, свобода слова, это столб либерализма и демократии, а тут чиновники закрывают программу, потом телеканал. Но одно дело объявлять, ведь знаете, есть такой знаменитый анекдот, когда морская свинка и крыса встречаются, и крыса говорит морской свинке, слушай, скажи, пожалуйста, у тебя же такие же лапки, такой же хвост, такая же мордочка, но у тебя такое же тело, но тебя все любят, а меня все не найдут, пиариться надо. Понимаете, вся проблема в том, что мы не умеем себя пиарить, мы не умеем, западный мир в этом смысле потрясающе себя подает. Все свои проблемы, например, французские проблемы с миграцией, они подают совсем по-другому, не так, как мы, вот мы возвращаемся к Бирюлеву. Американцы все свои проблемы с долларом нынешние, да, и с этим безобразным госдолгом, когда весь мир трясет от этого, да, и все проблемы Гарлема и негритянских, извините, районов людей с темным цветом кожи, я хочу быть политкорректным, и белого населения, то, что они еще в 60-е годы там судом линчи вешали черных людей, да, они об этом молчат, они умеют это пиарить, они умеют. А мы же в этот момент вот так, тут, опять же, какая свобода слова, где в Литве, да, о чем мы говорим. Комсомольскую правду также хотят закрыться, и с тем, что на первой полосе всегда читатели во всех странах мира могут увидеть ордена, и в частности, орден Великой Отечественной войны, орден Ленина. Это звень одной цепи? Конечно, я об этом не слышал, но на самом деле, вы понимаете, они запрещены, советские символы. У меня очень много, опять же, литовцев, знакомых, пусть они не обижаются, но ведь это же глупость же, глупость, вы понимаете, ведь нам же все равно жить рядом, очень много лет еще, я надеюсь, тысячи лет. Мы все равно, рано или поздно, они все равно сюда молочную продукцию повезут, дети все равно сюда поедут работать, потому что здесь огромная богатая страна, все равно это произойдет. Но то, что сейчас, но они болеют пока, понимаете, они неадекватные, они, вот даже вот этот наш сюжет, казалось бы, еще раз говорю, что абсолютно неадекватная реакция. Но ты расскажи другую правду, понимаете, но это, ну и тоже самая реакция на советскую символику. Я всегда им всем говорю во время разговоров, дорогие мои, я, например, от своей истории никогда не откажусь. То есть мои деды, отцы, прадеды в советское время жили, побеждали, строили, рожали, пели, побеждали в хоккее, в Большом театре и так далее. Я никогда от этой истории не откажусь, вы меня не заставите никогда, ни от орденов их, ни от их символики, никогда не откажусь. Ну не заставите, а они пусть живут так и хотят. Но вы согласны с ним, что это все-таки тот же удар по свободе слова? Конечно, абсолютно, но это на самом деле безобразие, с точки зрения общечеловеческих ценностей, свободы слова, это безобразие, это какой-то, я даже не могу это назвать глупостью, это что-то другое. В завершение, мы об этом говорили перед эфиром, не могу не спросить, программа «Человек и закон» более 40 лет уже выходит на отечественные телеэкраны, почти 20 лет вы ее являетесь. 16 лет, 16 лет вы являетесь ее бессменным ведущим, с учетом возможных кадровых каких-то карьерных изменений вы не собираетесь покидать проект? Да нет, конечно, был у меня в свое время разговор, сходили бы очень множество, но мы договорились. Кино, все остальное, «Человек и закон» это святое. Ведущий, продюсер и режиссер программы «Человек и закон» Алексей Пиманов был гостем нашего эфира, спасибо большое за этот разговор. Спасибо. Всегда рады вас видеть в этой студии. Ну что ж, все эти темы, которые мы обсуждали в нашем эфире, из событий в Берелево, в Берелево-Западное, и рейтинги от вциома популярности отечественных министров и многое другое, все это вы можете найти на нашем сайте kp.ru и, конечно же, на страницах газеты «Комсомольская правда». Гость нашего эфира сегодня Алексей Пиманов, спасибо еще раз большое. Я Александр Яковлев, встретимся с радиослушателями через 15 минут, вновь вернемся к событиям в столице, поговорим о новостях экономики и спорта. Меня зовут Александр Яковлев, это была программа «Картина дня», до свидания, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин